Первый готов. Второй готов. Экипаж к полету готов. Пока испытательному. Командир и второй пилот в центральных креслах, два участника полета в боковых. В проектном макете нового космического корабля инженеры-испытатели. В цехе ракетно-космической корпорации «Энергия» идет отработка нештатного приводнения. Встать, открыть люк и уйти. Инженер-испытатель Иван Величко. В роли второго пилота поднимается с кресла. Он покидает корабль первым, чтобы за пределами аппарата обеспечить выход остальных. При затапливании отсека покидаем корабль. Сейчас как раз засекаем, сколько нам нужно потребоваться, без особой спешки. Задача командира корабля – помочь всем членам экипажа. Он имитирует передачу носимого аварийного запаса. И последним, как положено капитану, выходит из капсулы. Если здесь будет поручень, если не будет поручень, я тогда эту ногу встаю. И тогда вот уже с этой ноги захожу, с правой. Испытатели РКК «Энергия» по секундам проходят весь процесс. Опытным путем проверяют все технические параметры перспективного транспортного корабля. Новый принцип управления. Новые кресла-ложементы. Новая система покидания. Мы рассматриваем, где установить поручни, какие-то дополнительные ступеньки, какие элементы конструкции, интерьера можно использовать для этой процедуры. Евгений Прокопьев словно воплощает мечту о космосе своей семьи. Один из старших братьев, Сергей, уже носит звание космонавт. Вскоре и сам Евгений планирует войти в звездный отряд. О своей мечте говорит серьезно. Упорный идти к своей цели у Прокопьевых в крови. Ты больше этот корабль делаешь для себя или для брата? Для нас обоих. Я тоже планирую поступать в отряд, поэтому я делаю и для себя тоже. Корабль ближайшего будущего. Он сможет летать не только на околоземной орбите, но и отправиться к другим планетам. Принципиально новая компоновка. Больше места в самом аппарате. Модернизированная панель управления. И даже отдельная туалетная комната. В таком корабле космические перелеты станут более комфортными. Сегодня на борту корабля экипаж из четырех человек. При необходимости смогут поместиться и шесть космонавтов. В таком варианте возможность покорить космос появится и у космических туристов. Отделим у тебя скафандр для того, чтобы посмотреть одну свою гипотезу. Дело в том, что корабль делается в том числе для того, чтобы летали специалисты, журналисты, ученые. Поэтому мы сейчас посмотрим, как он к тебе относится, корабль этот. Вперед? Да. Пролезла. Так, есть. Ну, корабль большой, вместимый. Мы уже здесь в полный рост стоим, да, в отличие от Союза? Да, здесь места побольше. Это командирское кресло, это кресло второго пилота и крайние два кресла. Это кресло для специалистов полета. В принципе, для тебя, как для журналиста, специалиста по космической теме, ты можешь занять либо то, либо это кресло. Но я тебе предлагаю занять кресло второго пилота. То есть, возможно, в будущем уже метр девяносто два, как было у Паула Несполя, это не предел, да, и может быть высокий. Да, мы стараемся уйти как бы от ограничений темпометрических и больше того, чтобы не делать индивидуальные инважементы, делать вот такой универсальный кресло. Вообще, сколько такой корабль будет лететь? Куда он будет лететь? Основное предназначение этого корабля – полеты на окололунные орбиты, на высокие околоземные орбиты. Я вот так сделаю, да, наверное? Полноценно можно мне его? О! Космонавт? Самый настоящий? Смотри, не задохнись. Да, слушай, да, точно, где же нет эти япси? Круто! Поехали! Покидание космического корабля. При нештатной посадке космонавты должны будут сами выбраться из аппарата и безопасно спуститься на Землю. Быстрее не надо, Вань, вот так вот. Опять перекос. Это оптимально. Опять перекос. Оптимально. Все, что сейчас происходит в цехе – творческий поиск, работа на будущее. Конечно, от макета до реального корабля пройдет время. Однако уже сейчас есть уверенность, что он будет. Много мы применяем не только новые технологии в материалах или в конструкциях, но и именно в подходах к созданию космической техники. Именно так мы стараемся предвидеть что-то, опробовать, поменять свои отношения или утвердиться в этом и двигаться дальше. Названия у корабля пока нет. Вскоре объявят конкурс. Тогда у всех, кому не безразлично российская космонавтика, появится возможность дать имя космическому кораблю будущего. Субтитры создавал DimaTorzok